В принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Всем добрый день. Меня зовут Яна Буликашкина. Сегодня я беседую с руководителем сети женских фитнес-клубов Монро Ринатой Орловой. Рината, добрый день. Добрый день. У меня вот на самом деле в холодное время года очень сильно страдает рацион. Наверное, как и у многих, уже не так радуют прилавки с овощами и фруктами в магазинах. Поэтому, Рината, расскажите, пожалуйста, как правильно питаться осенью, как перевести организм на зимнее, если так можно выразиться, время? Я вообще не знаю, какие проблемы могут быть осенью с питанием. Просто выходишь в подъезд, а тебе предлагают кабачки. И всё, и вопрос с ужином, в принципе, решён. Если серьёзно, то осенью действительно надо переключать своё питание, а вот правильно питаться стоит весь год, не прекращать на какие-то летние периоды и так далее. Осенью мы уже действительно насыщены витаминами, но продолжаются всё равно, что с сентября, октябрь, есть какие-то сезонные истории. Потом в ноябре уже подвезут нам хурму и цитрусовые. И мандарины, да. Да, и мандарины. Поэтому, опять же, с сезонными фруктами проблем нет. И включаем в рацион как десерт. Чем они там цветастее, тем, естественно, в них больше различных питательных веществ, витаминов, минералов и так далее. Шоколад, который содержит много магния, который помогает нашей нервной системе адаптироваться к осени. Хороший, горький шоколад. Не обязательно даже такой прям обалдеть, какой горький 99,7. Нет, можно адекватный горький шоколад процентов 70 включать, опять же, в свой рацион в адекватных количествах для того, чтобы поддерживать себя вкусняшками, десертами и так далее. Что касается основного питания, то, естественно, нам необходимо адекватное количество белка. Слава богу, что к зиме его обычно хочется больше есть автоматически. Белок — это наша молодость, мы постоянно обновляемся, и белок нам необходим. Вот уже, в принципе, сколько вкусного мы всего нашли. Да, массу всего и вкусного, и полезного. Да, здесь же как бы не только мясо, то есть мы сюда же включаем и молочные продукты, и рыбу, морепродукты. В общем, кто что больше любит. Потому что осенью у нас очень много бывает тыквы везде. Она доступна, она сейчас такая свежайшая, вкусная. Пряный супчик пюре из тыквы, там, с тыквенными семечками, кедровыми орешками, какими-то корицей, ещё с чем-то, она же очень вкусная. Это такое осеннее оранжевое блюдо, заряжающее настроение. Важно посмотреть на то, какие продукты сейчас есть, переключить на них своё внимание с шашлыков и зелени. Наверное, вот в эту вот сторону. И тогда всё будет достаточно хорошо. Важно понимать, чтобы в рационе были у нас овощи. 400 грамм клетчатки нам необходимы. Важно пить свежую вкусную водичку. Важно в каждый приём пищи включать белок, подключать сюда крупы бобовые для энергии, жиры, любые масла добавляем, орешки, семена, всё сюда. Ну и, конечно же, сезонные истории. Это десерты, которые есть сейчас. То есть сезонные фрукты. Ну и всегда можно найти в магазине вкусный, правильный шоколад. Ну и, конечно, питание должно всегда сопровождаться тренировками. Куда же без тренировок, особенно в любимом фитнес-клубе Монро. Более 25 направлений именно для женщин. Кстати, у нас в клубе тоже можно подкрепиться. У нас есть протеиновые коктейли, которые всегда можно взять на перекус или на ужин, как полноценный приём пищи. Потренироваться можно в первый раз совершенно бесплатно. Пробная тренировка у нас в подарок. Наши девчонки проконсультируют и расскажут, что, где, как, зачем, и подберут тренировку. По трём адресам мы работаем. Московская, 31, Ленинградская, 1А и Красноармейская, 82. Район Центр, Филейка и Рассвет. Мы всех ждём на тренировке. Большое спасибо, Рината. С нами была Рината Орлова, руководитель сети женских фитнес-клубов Монро. Всего доброго. До свидания. Это женское дело.